здравствуйте мы с вами сегодня встречаемся в тель-авиве на чемпионате европы по дзюдо и хотелось бы поговорить как вам впечатление чемпионата европы вы человек известный в мире боевых искусств самбо дзюдо как вам сегодняшний мероприятие очень хорошее мероприятие и я счит думаю что это одно из самых успешных самых результативных для израиля чемпионат европы во первых организация отличная место проведения выбрана очень удачная и нет билетов это будет о чем-то это показатель нет билетов уже во второй день не было билетов на все соревнования три дня соревнования и полный зал около 5000 болельщиков и болеют очень красиво и медаль золотая медаль две серебряные и сегодня еще третий день будет еще будут медали я думаю еще парочку или может быть одна медаль еще будет и это большой успех для израильского дзюдо которое всего 50 лет развивает этот вид спорта и молодцы дзюдоисты во-первых дзюдоисты из девяти медалей за весь период участия в олимпийских играх 5 за 5 медалей принесли дзюдоисты это на последние 5 нет на всех за всех на все олимпийские игры израиль завоевал всего 9 медалей начиная с девяносто второго года а участвует с 1952 года как и советский союз но не было медали а только в девяносто втором году я эль арат и орэнс мадж завоевали медали я эль арат серебряную орэнс маджа бронзовую и он сейчас является тренером сборной мужской сборной и довольно успешно его воспитанник завоевал золотую медаль значит соревнования очень удачный очень успешный и дай бог чтобы продолжали и джудо 2 до предыдущих олимпийских играх в рио-де-жанейро 2 бронзовые медали мы с вами до нашего интервью беседовали и я хотел бы тоже эту тему затронуть потому что она не интересна и на сегодняшний день заполняет большую часть вашей жизни это общественная деятельность и вы сказали что основную основная ваша занятость это работа в проекте памяти жертв мюнхинской олимпиады немножечко вот об этом проект я не только скажу я покажу о том что во первых это была причина по которым значит которая волновала меня еще в бывшем советском союзе и одна из причин что я приехал в рай и дал себе слово что по приезде начну заниматься памятью 11 спортсменов погибших в мюнхиле и когда основал первую спортивную школу когда я приехал я ее назвал памятью 11 спортсменов погибших в мюнхиле эта школа была открыта после я приехал в семьдесят четвертом в семьдесят шестом она уже была открыта и была названа памятью 11 спортсменов то есть получается вы уже 44 года занимаетесь да я занимаюсь все время только 44 года какие сейчас проводятся мероприятия что сделано что реализовано вот в этом проекте за это время для чего вы достигли и как на сегодняшний день вообще не мировое сообщество в том числе международный олимпийский комитет относится к вашим к вашему проекту когда я приехал никто не вспоминал имена кроме первые то есть в семьдесят третьем году была проведена макабиада и она была посвящена память 11 спортсменов погибших погибших а так ни одни федерации и другие виды спорта не проводили соревнования в память когда я это тема была как-то закрыта вообще не говорили об этом стали забывать я связался с семьями и познакомился со всеми и разговаривал со всеми федерациями спортсмены которых виды которых погибли на олимпийских играх например борьба четыре борца 72 год это олимпиада мюнфе германии да и тяжелая атлетика и решили так что федерации решили чемпионаты израиля и все турниры которые проводятся международные турниры которые проводятся в израиле по этим видам спорта по этим видам спорта проводить в память 11 спортсменов погибших с приглашением семей на сегодняшний день и установлением медалей и так далее на сегодняшний день вы сказали что уже и международный олимпийский комитет озвучил эту идею и же во первых ежегодные церемонии израильского олимпийского комитета и не только церемонии памяти но и восхождение на кладбище захоронения 11 спортсменов на разных кладбищах в день 5 сентября по еврейскому календарю другие даты немножко сдвинута траурные церемонии на кладбище и добиться того что это моя задача была чтобы международный олимпийский комитет признал память 11 спортсменов и на олимпийских играх на открытии олимпийских играх и в олимпийской деревне вспоминали минутой молчания и это было сделано 40 лет добивались этого решения и только впервые в рио-де-жанейро этот вопрос был решен и благодаря президенту новому президенту олимпийских игр олимпийского комитета когда Томас Бах из Германии он же сам участник и чемпион олимпийских игр он в то время кажется да? да он и в 72 и в 76 был чемпионом олимпийских игр по фертованию ну это память она имеет под собой такое значение как память именно олимпийцев спортсменов или помимо этого это имеет память как именно израильских спортсменов как она международным олимпийским комитетом смотрите наша задача была как память израильских спортсменов и она признана также олимпийским комитетом как память израильских спортсменов погибших на 20-х олимпийских играх в 72 году в Мюнхене 5 сентября сентября. И я могу добавить о том, что они были убиты только потому, что они евреи. И только поэтому, да, и только поэтому. И это, конечно. Дальнейшие ваши планы в этом направлении? Дальнейшие продолжать проводить церемонии. Каждый сентябрь месяц. Это церемония в Батьяме, где установлен памятник. Это церемонии в Тель-Авиве, где есть памятник. И восхождение на кладбище. Траурные церемонии для того, чтобы вместе с семьями погибших, теперь семьи увеличились за счет того, что третье поколение, уже четвертое поколение, и даже дети четвертого поколения названы именами погибших. И они уже имеют имя, продолжение. И это очень интересно. Спасибо большое за Ваше интересное интервью. И мы надеемся, что и дзюдо, и Ваша общественная семья... Да, и можем поговорить о самбо еще добавить. Давайте мы поговорим о самбо, потому что это тоже большая часть Вашей семьи. Значит, в Израиле начали проводить с прошлого года, значит, международные соревнования до основателю самбо в Израиле. Так, это турнир по самбо на призы с топологиком борьбы с самбо в Израиле. Это на Ваши призы? Да. Так, и где он проводит, кто его организовывает? Значит, значит, был организован в прошлом году, было организован в Федерации Израиля и Международной Федерации ФИАС. Было организовано, в Батьяне были проведены первые такие соревнования. И они будут традиционными у всех возрастных групп. И соревнования, и очень любят медаль, да, память, и в память, а... Да, да, по этому турниру, да. Турниру, да, на основателю, на приз основателя борьбы с самбо в Израиле. Ну, это хорошее начинание. Начинание, да. То есть, это еще одна часть Вашей большой физической работы. Да, и сейчас хотят провести это в Санкт-Петербурге, да, и в других местах, где я и в Москве, и в местах, где я работал. Я работал и во Львове, я работал в Алма-Ате, и работал в Москве, в МГС Динамо. И все те места, где я работал, есть идея проведения таких соревнований. И напоследок, что бы Вы хотели пожелать тем людям, которые еще не занимаются самбо и дзюдо, и какие-то напутствия, чтобы их это подстегнуло к занятиям, именно самбо или дзюдо? Да, я думаю, что и дзюдо, и самбо являются не только спортивными, но и такими они оздоравливают, это оздоровление, и дисциплинируют самый такой вид спорта, который дисциплинируют, и проводятся они для улучшения не только здоровья, но и для достижения спортивных результатов. И это прекрасные виды спорта, они даром их называют не только искусством. Маршал-арт, в переводе на русский язык, боевые искусства. И это не только спорт, но это еще и искусство. Спасибо большое, и на этой ноте мы прощаемся с Вами, но еще увидимся. Вшел в описании. Сейчас вы стоили в制作, и на этой ноте мы сняли в верхнем ряду. Мне было очень много проблем, это в доме. Спасибо.